Иран До Исламской революции первый исследовательский реактор, который был создан, это был тегеранский исследовательский реактор мощностью 5 мегаватт и степень обогащения топлива был 93%. До Исламской революции западные страны, в том числе Германия, Франция, а также и Соединенные Штаты, они конкурировали друг с другом для того, чтобы построить у нас реакторы, атомные станции или запустить у нас топливный цикл. Самое интересное, что до Исламской революции они никогда не затрагивали тот вопрос, что да, у Ирана, мол, есть нефть и газ, поэтому никакого оправдания развития страны в ядерной сфере нет. Но после Исламской революции они сказали, да, у Ирана есть запасы нефти и газа, поэтому ядерное развитие не нужно этой страны. Я называю это иначе, как двойной стандарт. Мы до Исламской революции должны были, новое топливо должны были загрузить в исследовательский тегеранский реактор. Мы с американцами заключили договор, так сказать, суммой на 2 миллиона долларов, но после победы Исламской революции они не стали завозить, так сказать, топливо на территории нашей страны. Немцы получили 8 миллиардов марок за строительство АЭС, но после победы Исламской революции они бросили работу и покинули нашу страну. Может быть у вас возникнет вопрос, почему Иран должен заниматься обогащением? Вы прекрасно знаете, что атомная электростанция намного затратное дело, чем топливо, поэтому если наша атомная станция будет оставаться без топлива, весь тот капитал, который мы потратили на ее строительство, конечно же, пропадет даром. Если вы посмотрите на доклады генерального директора МАГАТЭ, господина Албородей, вы увидите, что там есть дата 1987 год, тогда, когда Иран пошел в сторону обогащения, самостоятельное обогащение урана. Почему? Потому что мы были разочарованы, так сказать, международным сообществом, мы начали обогащение и, к счастью, мы были успешными. Иран полностью владеет промышленностью обогащения. Иран никогда, так сказать, не бросит мирную ядерную деятельность и обогащение. На прошлой неделе я выступал перед представителями французских СМИ, а также для интеллектуалов этой страны. Я в Париже выступал. Один задал мне такой же вопрос. Он мне сказал, что вот эти вирусы, так сказать, сделали так, что ваши центрифуги в Натанзе уже сломались и не работают. Одна неделя, как раз я болею от парижского вируса, но у меня температура, но все равно я себя чувствую хорошо. Я вам скажу, что вирусы ничего не смогли делать с нашими центрифугами, они вращаются тысячи оборотов, так сказать, в минуту. Я хочу сказать, что эти вирусы тоже не оказали влияния на, так сказать, бушерскую атомную станцию. И, конечно, все те, которые работают в области промышленности во всем мире, во всех компьютерах, могут появляться вирусы, работают над предотвращением, работают над антивирусами, работают над зашитой. Мы тоже осознанно, так сказать, занимаемся этим. Я хочу сказать, что атомная электростанция в Бушере строится, так сказать, нашими российскими друзьями, нашими российскими коллегами. И иранские инженеры тоже там работают, они вместе заканчивают строительство этой АЭС. Поэтому я думаю, что они находятся, так сказать, на чеку, чтобы, извините, вирусы не, так сказать, попали на станцию. Поэтому мы, так сказать, видим, что дружественная нам сторона Россия при помощи иранских инженеров сейчас заканчивает строительство. Я думаю, что никаких проблем здесь не будет, и станция начнет свою работу, и, так сказать, второго Чернобыля там не будет. Продолжение следует...